А вот и я. Вы меня дождались. Предлагаю назвать клуб наших фанатов чертова дюжина, потому что который раз мы собираемся красивым числом 13. Как меня слышно, дорогие друзья? Напишите, пожалуйста, блютики. Прекрасно. Хорошо. С хорошим настроением приступаем к обзору новинок, которые наше издательство приготовило в феврале. А также я дам анонс некоторых книг, которые выйдут чуть позже. Итак, в феврале нами были подготовлены книги по следующим направлениям, дисциплинам, специальностям. Это экономика, право, история, бухучет, машиностроение, геометрия, биология, иностранные языки. Также мы пополнили нашу коллекцию золотой научной классики изданиями, которые уже когда-то выходили, но они настолько ценны, что наше издательство тратит свои ресурсы на то, чтобы доносить это все до аудитории. Кроме того, я хотела бы выделить в направлении иностранные языки очень существенный для нашего издательства момент. Мы выделяем иностранные языки в отдельный кластер, потому что там накопилось довольно высокого уровня, много материала, который адаптирован к современным условиям, к речи нынешнего поколения. Поэтому мы решили выделить в отдельный кластер, и в дальнейшем я, конечно, буду уделять больше внимания, потому что оно того стоит. Итак, экономика. Вышел учебник «Общая экономика. Бакалавриат. Краткий курс». От предыдущих учебников по «Общей экономике», написанных доктором экономических наук Александром Владимировичем Сорокином, это издание отличается тем, что учитывает специфику бакалавриата. В нем даны краткие определения категорий по экономике, показана их развернута логическая связь, интересен алгоритм заблаговременного прогноза мировых экономических кризисов. В общем, что актуально, то у нас. Далее, по экономическому направлению вышла книга «Налогообложение юридических и физических лиц». Это учебное пособие. В современных экономических условиях существенно возросли роли значения налогов. Налоговая система играет регулирующую роль финансово-хозяйственной деятельности отдельных предприятий и страны в целом. Предложенное вашему вниманию издание учебное пособие, оно окажется неоценимой помощью студентам в углублении и систематизации знаний по налогам и налогообложению, самостоятельному расчету налоговой базы и сумм налогов, уплачиваемых физическими и юридическими лицами в нашей стране, в Российской Федерации. Предназначено это пособие для студентов высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся по направлению экономика. По направлениям «Банковское дело. Аудит» вышел учебник «Одноименный аудит». Он с практической частью по дисциплине «Аудит» и предназначен для студентов, обучающихся по направлению экономика. Издание призвано углубить и систематизировать знания, полученные по данной дисциплине. Оно поможет выработать навыки сбора, анализа и обобщения практического материала по отдельным объектам аудита. Также поможет использовать полученные теоретические знания для решения конкретных научных и практических задач. «Банковское право». Это учебник. В нем рассматриваются понятия и источники банковского права. Правовые основы организации и функционирования банковской системы Российской Федерации. Вопросы лицензирования банковской деятельности и многие другие вопросы банковского права. Этот учебник рекомендуется к изучению в юридических вузах, на юридических факультетах учебных заведений высшего образования и, безусловно, будет полезен практикующим юристам и экономистам, а также всем тем, кто интересуется вопросами российского банковского права. История отечественного государства и права. Для учащихся среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений предназначено это учебное пособие, а также для обучающихся по специальностям юриспруденция. Также мы в феврале выпустили учебное пособие технического характера. Для того, чтобы повысить точность и качество деталей, необходимо грамотно использовать допуски формы и расположения поверхностей. С этой целью в предлагаемом вашему вниманию пособие «Точность формы и расположения поверхностей элементов деталей» сделана попытка объединить разрозненные данные, изложенные в различных стандартах и учебной литературе. Выделить, подробно рассмотреть наиболее важные положения нормирования точности формы и расположения поверхности. Это учебное пособие создано для учащихся средних профессиональных образовательных учреждений и бакалавриата по специальности машиностроения. По геометрии выпущено учебное пособие основан на чертательной геометрии перпендикулярных геометрических элементов. В этом пособии четко и кратко по главам изложен учебный материал по решению позиционных задач и определению метрических характеристик геометрических объектов. Иллюстративный материал и задачи различной сложности помогут в обучении основам на чертательной геометрии. Создано и выпущено это учебное пособие для учащихся средних специальных учебных заведений, студентов, вузов, преподавателей, а также всем, кто желает самостоятельно изучить основы на чертательной геометрии. То есть материал в этой книге изложен настолько доступно, что проблема изучения даже такого сложного предмета, как геометрия, такой проблемы не стоит. Учебное пособие На курсах подготовки и повышения квалификации специалистов железнодорожных предприятий. Видите, что специальный дизайн линейки книг для среднего профессионального образования, он выделяется из общих наших изданий именно обложкой. Мы обязательно пишем рекомендуемое направление изучения, в данном случае СПО, и такие книги вы можете сразу самостоятельно идентифицировать во всем нашем пуле книг. Еще одна книга для среднего профессионального образования «Гигиена труда». Это учебное пособие в двух частях. Оно поможет специалистам среднего профессионального образования в освоении методов оценки факторов производственной среды и трудового процесса. Факторов промышленной токсикологии, онкопатологии, условий труда наиболее уязвимых контингентов – это женщины, инвалиды, подростки. Хочется отметить актуальность данного издания, потому что в наши дни вопросы здравоохранения в России становятся приоритетными. Ну, собственно говоря, по новостям это уже приоритетно во всем мире, поэтому книги о здравоохранении, несмотря на такой повальный интерес к коронавирусу, они все равно будут в приоритете, несмотря на общую политическую и оздоровительную среду. Иностранные языки. Вот то, о чем я говорила, вот этот пул книг по иностранным языкам, сейчас он вам станет более понятен, потому что вот в сегодняшнем нашем вебинаре, в моей презентации отражено начало вот этой огромной работы по кластеру иностранные языки. Вашему вниманию предлагается два учебных пособия для среднего профессионального образования и для бакалавриата, которые могут быть использованы для работы с обучающимися на этапе закрепления навыков ознакомительного чтения и навыков письменного перевода с немецкого языка на русский с целью развития речевой профессиональной деятельности на немецком языке. Их объединяющая тема – автомобилестроение, то есть это такая узкая профессиональная направленность. Также в иностранных языках хотелось бы вам представить еще два пособия по немецкому языку, которые помогут в развитии речевой профессиональной деятельности на немецком языке. Пособия предназначены для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений и вузов очной формы обучения по специальности экономика, рассчитаны на студентов, имеющих базовую подготовку по немецкому языку. Особенность этих изданий в том, что в них даны тексты автобиографического содержания о выдающихся ученых в экономических областях. Еще два пособия представляем по английскому языку. Автор Ирина Валентиновна Несвятайлова. Основа теории – фонетика английского языка. Это учебное пособие поможет обобщить и углубить знания студентов в фонетическом строе современного английского языка, развить навыки самостоятельной работы студентов с специальной литературой и словарями. А второе пособие – модальные глаголы и способы их перевода – разработано с целью систематизации знаний грамматики английского языка и направлено на активизацию и употребление модальных глаголов в устной и письменной речи. Предназначено пособие для учащихся школ с углубленным изучением английского языка студентов колледжей и высших учебных заведений. В январе я анонсировала выход грамматики немецкого языка. Мы рады представить, что наконец-то эта книга вышла. Это такой увесистый труд, очень ценный по своему содержанию. Это учебник, очень объемный, почти 700 страниц увеличенного формата. То есть такой вот труд действительно выдающийся. Он представляет собой полный теоретический курс грамматики современного немецкого языка. Включает в себя 20 тысяч примеров употребления, иллюстрирующих морфологические и синтаксические нормы современного немецкого. Все примеры употребления грамматических явлений взяты из-за аутентичных источников и отражают современное состояние немецкого языка. Этот учебник предназначен для углубленного изучения немецкого языка на всех этапах. От начального до продвинутого. И может быть использован как преподавателями и студентами вузов, так и учащимися школы, гимназии, а также широким кругом лиц, изучающих немецкий язык самостоятельно. Вышла первая часть, сейчас в работе находится вторая часть этой книги. Поэтому мы с нетерпением ждем, и я буду очень рада в скором времени вам представить и продолжение. Русский язык. Раздел «Морфология». Учебно-методическое пособие для студентов педагогических колледжей. Вы видите и дизайн, который соответствует среднему профессиональному образованию, линейке книг по среднему профессиональному образованию. Настоящее учебное пособие представляет собой систематизированный и обобщенный материал по курсу «Русский язык» для студентов, обучающихся по направлению подготовки преподавания в начальных классах, педагогических колледжах и училищах. Пособие поможет освоить раздел «Морфология», занимающий важное место в профподготовке учителя начальных классов. Издание поможет сформировать у студентов научно-лингвистическое мышление. Также в направлении педагогика вышло книгоучебное пособие «Интегративный подход к изучению организма человека в основной школе». В издание вошли конспекты интегрированных учебных занятий для проведения на уроках биологии 8-9 классов. Важно отметить, что каждое занятие разработано с учетом использования электронных образовательных ресурсов. Сейчас не только в основной школе, но и в вузах обязательно параллельно стараются использовать электронные обучающие ресурсы. Это очень важно, и мы в своих изданиях не забываем о том, что идет цифровизация и образовательные среды, поэтому мы стараемся все это делать в ногу со временем. Пособие предназначено для студентов и магистрантов, обучающихся по направлению педагогическое образование, а также для учителей биологии и общеобразовательных организаций. Представляем вам полезный и, в общем-то, необходимый сборник задач и упражнений по химии 7-9 класс. Он для школьников, желающих участвовать в олимпиадах. Вообще волна, которая сейчас проходит в школах по привлечению участия учащихся этих школ в олимпиадном движении, она довольно большая. И мы сталкиваемся с тем, что подготовить ученика к олимпиадным, именно к олимпиадным заданиям по разным предметам, это оказывается проблема, потому что базовый уровень, да, он всегда дается, а вот и углубленный. А олимпиады это нечто выше, поэтому отдельный выпуск таких изданий, сборников задач, упражнений по разным предметам для нас является не приоритетным, но очень интересной работой, на которой мы не собираемся останавливаться и будем и дальше пополнять наш пул книг именно вот такой направленности. Этот сборник составлен преподавателями кафедры химии Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского. Преподаватели в течение многих лет являлись составителями олимпиадных заданий и членами жюри различных химических олимпиад. Издание это может служить учебным пособием для подготовки учителей химии и для школ с углубленным изучением химии. Поскольку проблема сохранения историко-культурного наследия и в том числе археологических памятников сегодня стоит довольно остро, пособие археологические парки и музеи под открытым небом является безусловно актуальным. В нем представлены рекомендации по проектированию археологических парков и других типов музейно-археологических комплексов. Раскрыты особенности музеификации, интерпретации и экспонирования объектов археологического наследия. Новинка издательства Книга «Учебное пособие. Наряд для Венеры Милоской». В качестве монографии эта книга участвовала в конкурсе монографии, проводимых нашим издательством в 2019 году. Она имела успех настолько большой, что мы с автором доработали монографию до учебного пособия. Хотелось бы отметить, что эта книга является довольно используемой на семинарах, учебных занятиях, спецкурсах, которые проводятся по филологии и литературе ведения в вузах. Поэтому выход этой книги для нас стал неожиданностью. Обычно монография редко перерастает в учебное пособие. Вот это исключение. Хотелось бы несколько слов об авторе сказать. Александр Александрович Бобров, публицист, бард, поэт, кандидат филологических наук, был лично знаком с Евгением Евтушенко. Это пособие, где в живой форме выстроен огромный теоретический и практический материал, который будет полезен и интересным студентам-филологам, начинающим поэтам, участникам семинаров и студий молодых литераторов и, конечно, всем любителям поэзии. Книги о поэзии выходят довольно редко и для нас это большой шаг в таком направлении филологии, как развитие поэтических навыков. Переходим к полукниг по истории мировой художественной культуры. История мировой художественной культуры. Учебное пособие. Это пособие познакомит читателей с общими тенденциями развития творимого человека в мире, выявлению основных этапов развития искусства, а также определению места и роли искусства в ходе исторического процесса. Пособие адресовано учащимся средних специальных учебных заведений гуманитарного профиля, а также для всех желающих познакомиться с историей культуры. Отечественная массовая культура XX века. Учебное пособие. Эта книга поможет познавать пространство отечественной массовой культуры XX века по преимуществу культуры советской по всем ее направлениям, включая все цеха фабрики звезд, фабрики грез, песню, кино, детское искусство, массовую литературу и даже общественное восприятие большого спорта. Автор книги Арсений Александрович Замостьянов, писатель, публицист, заместитель главного редактора журнала «Историк». Немаловажно отметить, что каждую главу своего пособия автор завершает вопросами. Они адресованы читателям, тем самым призывая нас думать о прочитанном, мыслить, рассуждать. Думаю, все заметили, что ни один наш вебинар не проходит без новинки по истории от историка и литератора доктора исторических наук Андрея Петровича Богданова. Мы рады представить еще одну монументальную монографию этого автора. Работа не только анализирует труды трех историков конца XVII века, митрополита Игнатия Римского-Корсакова, Сильвестр Медведева и Андрея Лызлова, но и подготавливает читателя к более глубокому пониманию всей эпохи Петровских реформ. Раскрывая их корни, по-новому обрисовывая общественно-политическую сущность и уровень русской культуры накануне реформ. Книга-монография издана для всех интересующихся историй. Книга «Учебное пособие. Запад. Знакомиться с Востоком» была мной анонсирована на прошлом вебинаре. Рада вам ее показать в бумаге. Вот она вышла. Это издание посвящено одной из самых актуальных в научном и историко-культурном и даже политическом плане теме взаимоотношения представителей двух крупнейших средневековых цивилизаций – Латинской Европы и Мусульманского Востока. Пособие может быть использовано при изучении курсов «История западной цивилизации», «История стран Азии и Африки», «Философия истории», «Методология истории» и «На отделениях истории и Востоковедения». Из книг, пополняющих нашу линейку книг «Золотой научной классики», представляем вам книги серии «История российского казачества». Это трехтомное исследование. Мы эту серию постоянно пополняем, и, конечно, описать вам всю сотню книг, которые входят в эту серию, возможности нет. Но я думаю, что в будущем мы с удовольствием попросим редактора, который занимается поиском и выпуском книг именно этой линейки, мемуарной литературы и серийной, рассказать более подробно. Я же даю некий анонс того, что у нас уже есть. В данном случае мы представляем трехтомное исследование, посвященное истории войск и низовых казаков в Запорожье. Это рассказ о жизни и военных деяниях казаков, прославивших себя бессмертными подвигами в борьбе за веру, народность и Отечество. Автор труда – краевед, писатель, знаток истории запорожского казачества. Из особенностей хотелось бы отметить, что этот труд основан на рукописных архивных материалах. В серии истории Инквизиция, это коллекция Директ Медиа, представляем двухтомник капитального труда Фуана Антонио Льорента «Критическая история Испанской Инквизиции». Автор – католический священник. Сам являлся непосредственным участником и свидетелем описываемых событий, потому что был секретарем двора Инквизиции. На страницах изданий кровавая хроника запутанной процессуальной системы инквизиционных трибуналов. Автор вводит читателя в самые потаенные уголки инквизиционных застенков, до того времени герметически закрытых и тщательно замурованных от постороннего взгляда. Еще одна книга – это не серийная, но, тем не менее, это продолжение нашей увлеченности истории Москвы. Книга «Москва. Соборы. Монастыри и Церкви». Это иллюстрированный альбом. Мы рады представить его. Это второй альбом. Называется «Москва. Соборы. Монастыри и Церкви». Это не продолжение, но в этой же линейке есть еще первый альбом. Я его анонсировала чуть раньше, и мы даже вывозили на выставку виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений Москвы. У нас складывается целая линейка замечательных альбомов по Москве по проекту известного российского предпринимателя и мецената Николая Александровича Найденова. В издании мы можем найти редкие фотографические изображения, восстанавливающие исторический облик любимого города второй половины XIX века. Вообще уникальные альбомы изданные Найденовым представляют огромный научный, культурный и исторический интерес для всех, кто увлекается историей и архитектурой столицы России. Мы этот интерес ощутили вживую, увидели на выставке «Нонфикшн», куда возили тираж первой книги о Москве. Тираж был раскуплен. В последующей выставке мы будем делать допечатку тиража, чтобы те, кто не смог приобрести, смогли обе книги приобрести. И у них сложится такая уже коллекционная. Вообще Найденовские альбомы и в принципе то, что он сделал, это уникальная по своей сути вещь. Потому что меценат, человек, который обладал состоянием, потратил, не поленился, потратил его часть на то, чтобы нанять фотографа и отфотографировать архитектурные сооружения Москвы. Например, вот в этой книге мы можем увидеть церкви, которых уже не существует. И это по своей сути уникальное подношение истории и культуре нашей страны. Поэтому очень рекомендуется альбом. Мы ждем прихода тиража из типографии и очень надеемся, что посетители выставок, на которых мы будем участвовать, тоже оценят это по достоинству. Небольшой анонс на то, что мы планируем сделать в ближайшее время. Разумеется, линейка книг, которые мы делаем за месяц, она гораздо больше. Но хотелось бы так выборочно вам представить то, что мы планируем сделать. Будет выпущено учебное пособие «Педагогика творчества». Это учебное пособие обращено к тем, кто не останавливается в собственном развитии, а следовательно стремится к постоянному совершенствованию. Автор-составитель пособия, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики профессионального образования Донского государственного технического университета, Абраухова Валентина Владимировна. Автор знакомит с основными понятиями педагогики творчества, описывает историю понятия творчества и креативность, методики работы с одаренными детьми. Надо отметить, что рекомендуемая форма для обучающих при освоении учебной дисциплины «Педагогика творчества», в основном электронное обучение. Вот к нему будет выпущено еще и такое учебное пособие. Правовое регулирование управления недвижимостью. Учебное пособие готовится к выходу. В этом учебном пособии рассматриваются вопросы, касающиеся понятия недвижимости и сделок с недвижимостью. Видов таких сделок, правового регулирования их предназначено для студентов факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте. Магистрантов, преподавателей, лиц, интересующихся гражданской правовой проблематикой, а также может быть использована для дополнительного углубленного изучения отдельных тем, подготовки к семинарским практическим занятиям, курсовым, выпускным экзаменам. «Геокреология» тоже готовится к выпуску. Это два тома. Это книга «Плод многолетнего труда трех специалистов из трех стран с обширными областями вечной мерзлоты». «Россия, Канада и Китай». Издание представляет собой своеобразный обзор молодой науки геокреологии, исследующей вечную мерзлоту, ее характер, особенности развития. В книге сделана попытка собрать воедино, как обширный российский опыт, а именно Россия стала страной, где появилась геокреология. Раньше она называлась «Мерзлотовиденье». И именно в нашей стране она успешно развивалась с несколькими поколениями ученых и специалистов. Но еще задачей стоит показать русскоязычному читателю современный уровень этой науки на Западе и в Китае. Книга предназначена для студентов геологических, географических, инженерных специальностей, ученых и инженеров, работающих в области распространения вечной мерзлоты. Издание можно считать современной монографией. Оно может применяться как учебник по курсу геокреологии в геологических и инженерных вузах, а также может быть использовано для не самоподготовки, а повышения квалификации, потому что специальность очень узкая и литературы по ней остро не хватает. Также мы планируем к выпуску монографию Андрея Петровича Богданова, которая будет посвящена изучению замечательных поэтических произведений в жанре оды, написанных при Московском дворе в последние трети 17-го, в начале 18-го веков. Название книги «Стих торжества. Рождение русской оды. Последняя четверть 17-го, начало 18-го века». Это будет монография. На протяжении всей книги постоянно цитируются поэтические произведения русских авторов этого периода. А вторая часть этой книги представляет собой публикацию комплекса новооткрытых памятников придворной поэтии. Автор исследует зарождение и развитие нового в России поэтического жанра оды. Выражавший настроение и устремление высших кругов страны в обстановке больших культурных перемен накануне преобразования Петра I. Книга будет ориентирована на всех любителей истории и литературы. Также планируется к выходу трехтомник «Художественная культура Санкт-Петербурга 18-го века». В своей книге доктор исторических наук Олег Борисович Островский показывает, какое место занимал Петербург в художественном развитии России и Европы в 18-м веке. Автор отмечает огромный вклад в культурное развитие Северной столицы выдающихся петербургских архитекторов, воятелей, живописцев, писателей, поэтов, драматургов, артистов, композиторов. Издание будет богато иллюстрировано. Безусловно, помимо учителей и студентов, обучающихся по специальностям регионоведения, история, культурология, мировая художественная культура и литература, оно будет интересно и широкому кругу читателей. По крайней мере, мы можем судить по первой книге Олега Борисовича Островского интерес именно на эту тему. Он в первую очередь идет от библиотек, которые редко получают в свои фонды столь полные и красивые издания с иллюстрациями, именно то, что объединено и неразрознено всю информацию в одном издании. Вот это, конечно, большое достижение. Что касается анонса на книге «Золотой научной классики», то планируется к выпуску две книги абсолютно точно. Это «Я был власовцем» и «Русский корпус на Балканах». Что касается первой книги, можем ли мы, живущие в мирном времени, судить одной меркой людей, перешедших черту, ставших на другую сторону противостояния во время Великой Отечественной войны? О том, как им это далось, через что им пришлось пройти и что вынести, расскажет книга деятеля власовского движения Леонида Самутина. В книге много подробностей о контактах автора с лидерами коллаборационистов, множество живых историй о людях, чьи фамилии мы знаем только из справочников. Небезинтересные рассуждения автора об особенностях немецкого характера. Вторая книга «Русский корпус на Балканах во время Второй Великой войны» 1941-1945 года – это новинка издательства. Она рассказывает о создании деятельности на Балканах русского корпуса, созданного из русских эмигрантов и фашистских пособников. Хронологические документальные данные, очерки участников эпопеи восстанавливают события почти 80-летней давности. Обе книги, они такие резонансные. Выпуск их нашим издательствам – это не какое-то пособничество или попытка соблюдать какую-то идеологическую линию. Нет, задача стоит только то, чтобы история была представлена всеобъемлющей. И, конечно, выводы из прочитанного в этих книгах каждый делает сам. Вот такие у нас будут интересные новинки, выпуски. Приглашаю вас на следующий вебинар. Напоминаю, что все мы выкладываем на наши сайты. И здесь, конечно, мой вебинар – это такое подведение итогов месяца, хотя книги выходят в течение всего месяца. Их можно смотреть на нашем сайте в разделе новинки. На главной странице мы все время стараемся анонсировать то, что выходит, выкладывать своевременно по мере готовности. Также мы новинки представляем в наших соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте и в Фейсбуке. Фейсбук, конечно, он ориентирован на несколько историческую тематику. Там определенное сообщество. Поэтому, конечно, учебников по геометрии там не найти. А вот ВКонтакте, помимо того, что мы анонсируем наши вебинары, мы стараемся выкладывать абсолютно все новинки, которые выходят. Поэтому актуальная информация, она в соцсетях. Если у вас есть какие-то вопросы по содержанию этого вебинара, я буду рада ответить. Если нет, очень рада была вас видеть. Мы встретимся через месяц. И я надеюсь вам показать и рассказать много интересного, то, чем занимается наше издательство. И я думаю, что уже будет какая-то информация, анонс мероприятий, в которых мы будем участвовать в этом году. Выставки, какие-то выездные мероприятия. И, конечно, за соцсетями, за всеми этими страничками стоит живой человек. Поэтому вы можете все свои вопросы, может быть, они у вас возникнут через какое-то время, написать нам в соцсетях. И я обязательно на них отвечу. Спасибо за внимание.